Нарафаминский приют для бездомных животных уже несколько лет официально закрыт для приема новых подопечных. Сейчас их численность более 300. Среди них не только кошки и собаки, но и козы, конь, осел, свинья, хищные и домашние птицы. Все те, кому когда-то пришлось пережить жестокое обращение или даже предательство со стороны человека. В работе приюта помогают фонды, узкопрофильные специалисты, ветеринары, юристы, волонтеры и просто неравнодушные люди. В частности, обработками, кормами, конечно, потому что протянуть, вытянуть такое количество животных практически невозможно своими силами. У нас в месяц уходит на закупку корма больше 300 тысяч. В День России на центральной площади в Одинцове прошла выставка кошек и собак «Хочу домой», посетив которую, любой желающий мог пообщаться с животными из приютов, узнать о них больше или даже забрать четвероногого друга домой. Но истинную радость владельцы приютов испытывают, когда находят семьи для своих подопечных. Это шалапай Рекс. У него тоже была печальная история. Он был выброшен около одного из торговых центров и сбила его машина. Он, видите, ну, как все дети, да, до года собачка была, да, очень интересуется, очень ему хочется бегать и играть. Рыжий красавец Рекс с белоснежной голливудской улыбкой быстро завладел вниманием прохожих. Веляя хвостом, он приветствовал каждого, кто проявлял к нему интерес в надежде встретить своего будущего хозяина. И нашел. Артем Куценко давно хотел взять четвероногого друга именно из приюта. Не раз предпринимал попытки, но что-то не складывалось. И, увидев Рекса, не смог пройти мимо. Мне все-таки в первую очередь нужен друг, а уже в другую очередь, как бы, для охраны дома беру. Я очень занимаюсь активным образом жизни. Я езжу на фестивали, я хожу по лесам, и мне вот как раз нужен такой вот активный компаньон. Счастливый Артем и Рекс под напутствие окружающих покинули выставку вместе. Но по правилам приюта на притирку новых друзей им дали время и определили кураторы, которые первое время будут помогать человеку во взаимодействии с собакой и проконтролируют условия жизни четвероногого. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».